Попробуем вспомнить все, чему мы немножечко с вами поучились на этих занятиях. Во-первых, мы немножко разобрались с тем, как устроено тело для человека или животных. Во-вторых, мы немножко с вами поговорили о пропорциях и немножко поучились их мерить и учитывать. И в-третьих, немного поговорили о перспективе. Но вот это самое сложное, учитывая перспективу в рисунках сложных тел, штука очень простая и дает столько слов. Сегодня у нас будет зачетный рисунок. Посмотрим, чему вы в конечном итоге научились. Работа серьезная и большая, поэтому с самого начала начните с арматуры, начните с внутреннего каркаса. Не в детальке, а с внутреннего каркаса изображения. Постарайтесь вспомнить все, что вы знаете об устройстве человеческого тела. Соответственно, где и какие суставы, как соотносятся разные части тела у человека. Постарайтесь не нарушать, видимо, к вам пропорции. Ну, потому что одно дело ваше представление и другое дело, как реальная натура устроена. Надо постараться сохранять одну точку. Не двигаться в течение долгого времени – это трудная задача. Работать будем не стоя, а сидеть, разумеется, сидеть намного проще. На сей раз я какую-то очень причудливую позу задавать не буду. Попробуем немножко упростить задачку. Берите стул, работа натуращика – это серьезно тяжелая работа. Это правда столь. Мы с вами договорились, что это зачетная работа. Вы вообще, по идее, должны показать, чему вы научитесь. Обменная набросок, когда делаете, не нажимайте на карандаш. Линии легкие, чтобы потом их легко можно было убрать ластиком. Сначала каркас. На каркасе проверяйте, поймали бы корпорации. Никогда уже будет сложный рисунок. А пропорцию нужно проверять на каркасе. Это существенно просто. Проверяйте углы. Под теми лугами вы видите, допустим, колено, локоть и так далее. Прямо на ногу. А это значит, какая ширина будет вот этого колена по отношению к колену. Вот это колено. Вы видите, как оно. А вы не учитываете, что это колено ближе на вас, а значит, оно ближе к вам. А значит, оно тут нет? Немножко. Шире. Так. Теперь. Стоп. 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 Скажите, вот этот вот сектор между тулущей рукой вы видите? Нет. А что же вы делаете? Рукат занимает такой классный, да? Я не стану, я вообще у меня сижу. Вот давайте подумайте, как вот здесь все сделаем. Так. Володя, классно. Так, а вот такой человек стоит. Ура, ура, ура. При этом, смотрите, что у вас получается. Вот у вас ширина плеча, а вот ширина вектора. Ну, посмотрите. Ага. Здесь хотелось увидеть. Смотрите, если вы мысленно опустите вертикальное движение от плечевого сустава, оно же придет к заведенному. И здесь, примерно, то же самое. А вот у вас. Да нет, что, ну, при таком размере фигуре его поймали. Просто заведенному суставу здесь, да, какое-то нарисовать. Та-да. Так. Сейчас мы сюда. Давай поглянем. Так. Значит, две вещи. Ваше отражение. Значит, лапилов. Ну, образ барби над всеми вами летает. Ну, по натуре, менее всего похож на барби. Согласитесь? Бедро раз в полтора более на семья. Это, во-первых. У вас человек сидит, вот он все, и дальше в него вберешь варку. Потом постойтесь, внизу сидит. А обратите внимание, человек сидит свободно откинет. Достаточно буквы животика. Выступает или не выступает? Выступает. Ну, вот смотрите, у вас. Что оказывается? Во-первых, локоть вот сюда уже под... Смотрите, а раз же положение предплечье такое, то что значительно более подкарто. Вы прям здесь чуть ли не прямой локоть едете. Отсюда более подкартое линия и дальше рука. А вот эта линия очень здорово наклонена. Человек сидит активно. И положение головы совершенно другое. Нельзя ей полова. А сами подумайте. Как заставить этого человека оттянуться назад? А голову, пожалуйста, так сместитесь. Сравните, смотрите, как у вас малюшенький вот этот сектор плеча. Так, ну, давайте. Что же вы не начали с корпуса? Естественно, сразу начали. Малюшенькая головка, да, соотношение длины бедра, болезни, спины, ну, просто совсем не будет. Они просто не такие. Ну, сами давайте посмотрите. Вот это головать. Раз, два, три раза укладывается. То есть, нет спинок? Угу. Нет, нет, нет. Вы от какой-то точки спины двигаетесь? Отлично. Конечно. И до какой-то точки. Всегда надо... Вот зачем, собственно, каркас? На нем видно положение штатов. Вот тех узлов, которые скрепляют наше тело. Иметь надо не внешняя контура. Здесь вы будете пока что очень сильно ошибаться. Ну, давайте посмотрим. Видимо, и вам красный сектор тоже в кубок. Понятно, что он... Вот если вот так вот провести прямое, вы получите фигуру близко к квадрату. Так, вот под вашим углом зрением. Вот такой квадрат. Ну и попробуем построить здесь такой квадрат. Вот понимаете, что это плечо должно быть сюда въехать. И тело должно стать вот такой ключей. Ага. Надо будет. Надо будет. Попробуйте сначала составить действительно каркас. Прикинуть, как идет центральная линия спины, мне обязательно позвонить. Вот центральная линия спины прямая она. Или она износит колебезги. Представляете, где это залет у него штатов, то есть ширина. Как от них отходит депутат. Вот так это в патрульке. Немножко собрались коленки. Посмотрите, у вас концы пальцев опускаются ниже, чем колени. Так. Вы положение рук сейчас не меняли? Значит, посмотрите. У нас уже концы пальцев выше, чем колени. Так. Немножко низко опустили руки. Руки вот так. Почему? Ничего за ним не нравится. Так. Значит, а ноги более крупные. Ну, все-таки молодой человек вполне коренастый плотин. Так. Значит. Ну и шея и голова, конечно, совсем не такие. Но пока разберитесь вот здесь, с торцевыми делами. И вот, посмотрите, линия бедра уходит вот сюда, к середине ладони. Не к основе ладони, а к середине ладони. Так. Ну, кусцо, имеющее место быть. Так. Так. С гладочки. В районе подмышек. Вот. Хорошо. Попробуйте разобрать шею с головой. Голова стоит вертикально, ось более-менее вертикально. Попробуйте сравнить толщину шеи и максимальную ширину черепа, ну, допустим, с длинной предплежью. Так. Или с шириной керечью. А потом отношение к высоте, к ширине к ладони. Тогда вы получите примерные границы обалок. А голову рисовать? Голову рисовать? А что? Без головы? Вот я тут не ссадник. Это ссадник. Ну, почему он? Сидит почти верхом на стуле. В некотором отношении ссадник. Ну, этот ссадник с головой. Ладно. А ты без головы? Так. Ты без головы? Ну, и обратите внимание, бабы. Очень выпукло еще. Я это знаю. А у вас? А у вас? А у вас? И в конечной наоборот. У вас, конечно, человек, который голодал неделю в серию. Человек в макет. Я всегда потом нарашиваю. Так. Значит, мать, шею, конечно, ночнее. Она вот не такая. А уж вообще-то ничего. Такая. Да? А эти плечо, вы вышли вперед, вообще не положили. Я не буду наращиваться. Нет. Нет, это что-то. А уж отсюда пошла рука. Обратите внимание. У вас локоть висит. У вас на рисунке локоть висит. Так, а он же не висит, слушай. Рука от этого шею сюда, а потом сюда. Вот так. Так, а вот нужно что-то есть. С заключением того, что малюсенькие лапки. Во-первых, кисти рук, как вы видите, налагаются одна на другую, да? А вот они не разрываются. А вот наше время. Нет. Ну вот на этом, просто, сектор, который они занимают. Существенно, будет. Так. Не стремитесь какие-то один-два лица рисовать. Не нужно, не скажем, что это вообще не надо. Вот просто тот район, который занимает. Хорошо. Мы бы считали, что глава нас только вытянута. По отношению к ширине, да? То есть, такой, какой у нас? Я врубца не вижу. Нет. Естественно, высота главы больше, чем ширина, но она у вас больше в два раза. Обратите внимание, здесь вот надо два квадрата. что-то раз в квадрате бывает. А мы на туре от них не в два раза. Высота больше ширины. Достаточно, чем раз в два раза. Вот так. И не об оборотах, обратите внимание. что-то у нас подробно. И дороже, молотарь. Понятно? Вы просто шириной промахнули. Ну, а дальше попробуйте над этот как раз стоять плоти. Уж чего-чего плоти в вашем случае предоставлены. Так что... подробнее, подробнее. Это на самом деле почти все нормально. Я же делал много. Глава сейчас не надо. Прикорбит. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...